Всем привет! Вы на канале Доктор Сычёв, с вами я, Кирилл Сычёв, врач-психиатр-психотерапевт, в прошлом нарколог, и сегодня мы с вами будем говорить про флувоксамин. Это такой антидепрессант, очень известный, очень популярный и в последнее время максимально популярный, потому что, как выяснилось, им можно лечить ковид. Не забыли ещё, что такое ковид? А то он вдруг куда-то подевался, я вчера был в московском метро, и там вообще не было практически ни одного человека в маске, как будто бы вдруг что-то произошло, и все выздоровели. Так что сегодня будем говорить про такой вот необычный антидепрессант. Но перед началом попрошу вас подписаться на канал, если вы вдруг не подписаны, потому что вроде как YouTube пока остаётся и не закрывается, и эта площадка теперь, можно сказать, становится нашей основной. Потому что в Инстаграмах ваты вы бы видели, они раз в пять, наверное, упали за последнее время. Ну и обязательно поставьте лайк этому видео, потому что именно с помощью лайков видео будет продвигаться другим пользователям. Флувоксамин был разработан Кали-Дуфаром в бельгийской фармацевтической компании Solvee Pharmaceuticals. Сейчас она называется Abbott Laboratories. И по ряду причин был представлен уже в 1983 году в Швейцарии. Затем он был одобрен в США управлением по санитарному надзору, который вы знаете по трем известным буквам FIDA. Это произошло в 1994 году и назывался препарат тогда Лювокс. Следом действующее вещество добралось до Индии, ну и дальше распространилось уже на все страны. Интересно, что FIDA впервые зарегистрировал этот препарат как препарат конкретно для лечения обсессивно-компульсивного расстройства. И это достаточно интересный и необычный маркетинговый ход, потому что в большинстве случаев антидепрессанты, ну чаще всего, так как это антидепрессанты, регистрируются для лечения депрессии сначала, а затем уже для лечения каких-то тревожных расстройств. В случае с FIDA в Америке пошли путем такого необычного маркетинга и сделали исследование с упором именно на обсессивно-компульсивное расстройство. Таким образом, у людей сложилось впечатление, что именно этот препарат нужно назначать именно для обсессивно-компульсивного расстройства. И когда к врачу приходили медицинские представители, они делали упор именно на это. И у врача формировалось ощущение, что вот если депрессия, то выбираю из-за там много всего, если какие-то другие тревожные расстройства, выбираю много из всего, но если обсессивно-компульсивное расстройство, то надо выбирать лювокс. Достаточно странно, но это сработало. И до сих пор очень многие доктора знают препарат флавоксамин в основном для лечения обсессивно-компульсивного расстройства. И считают его основным препаратом для лечения обсессивно-компульсивного расстройства. Хотя сказать, что у него есть какие-то огромные преимущества по сравнению с другими препаратами из этой же группы нельзя. Ну, примерно так же он и работает. Причем, когда маркетинг сработал для взрослых, американцы пошли дальше и зарегистрировали этот препарат как первый селективный ингибитор обратного захвата серотонина для лечения обсессивно-компульсивного расстройства у детей. И здесь тоже все выстрелило. Также начали назначать для детей именно этот препарат, именно при этом расстройстве. Еще хочу напомнить, что у нас работает наш сервис по подбору психологов. У нас сейчас работает 10 психологов. Мы постоянно находимся в поиске новых. И если вы сейчас ищете себе психологическую помощь, она как никогда актуальна, то советую обратиться к нам. Так вы и поможете себе, подберете компетентного специалиста и поможете нам, потому что эти деньги, которые вы потратите на психолога, мы, в общем, вложим в работу редакции и будем делать для вас видео на YouTube. Ну и посты в остальные социальные сети. Психологи у нас работают со всем спектром психологических и психиатрических заболеваний. От тревожных расстройств до биполярного расстройства и пограничного расстройства личности. То есть если у вас есть какая-то проблема, смело обращайтесь, и вы найдете помощь. Там внизу в описании будет ссылка. По ней проходите, записывайтесь либо сразу через сайт, либо через менеджер. Она тоже вам все обязательно подскажет и поможет. Если вам помощь психолога не нужна, но вы хотите поддержать наш проект, там внизу будет ссылочка на сайт Donation Alert. Там очень легко, буквально в два клика вы можете любую сумму нам пожертвовать, и мы эти денежки также вложим в нашу работу, и вы будете получать больше качественного контента. Теперь механизм действия. Первый механизм действия такой же, как у всех остальных антидепрессантов из этой группы. То есть ингибирование обратного захвата серотонина. То есть вот есть у нас серотонин между двумя отростками двух нервных клеток. И этот серотонин нужен для того, чтобы передавать информацию от одной клетки к другой. Соответственно, все препараты из группы селективные ингибиторы обратного захвата серотонина не дают серотонину уходить после того, как он отработал свою роль, не дают ему уходить из этой синаптической щели, в которой он находится. Тем самым концентрация серотонина повышается, тем самым легче могут передаваться сигналы от одного нерва к другому. И мы со временем начинаем чувствовать себя лучше. Ну или у нас появляются какие-нибудь неприятные побочные эффекты, наоборот. Но есть и второй механизм действия. Обратите на него, пожалуйста, внимание. Это именно тот механизм действия, который, вероятно, влияет на снижение воспаления, и тем самым снижает смертность и количество госпитализаций от COVID-19. Фловоксамин действует на такие сигма-1 рецепторы. Эти рецепторы находятся на оболочках митохондрий внутри наших клеток. Итак, у нас есть митохондрия, и на этой митохондрии есть сигма-1 рецепторы, то есть белки специальные. Но еще на этой митохондрии есть и другие белки. И там в том числе есть белки, которые отвечают за цепь реакции, которая приводит потом в итоге к воспалению. И эту цепь реакции может, например, запускать вирус COVID-19. И вот в экспериментах выяснилось, что за счет того, что фловоксамин действует на этот сигма-1 рецептор, а этот сигма-1 рецептор, возбуждаясь, может действовать на другие белки, которые отвечают за воспаление, в результате всего этого воспаление снижается. И из-за этого снижается смертность, и снижается даже риск госпитализации, в принципе, от COVID-19. 27 октября 2021 года в журнале Lancet была опубликована статья «Влияние раннего лечения фловоксамином на риск госпитализации при COVID-19». Фловоксамин показал превосходство по сравнению с плацебо и был включен в клинические рекомендации. Кому интересно, статью оставим там внизу. Ну и также с сигма-1 рецепторами связан механизм нейропротекции, то есть улучшение функционирования нервных клеток абсолютно в разных областях. Все это ведет к тому, что работа наших клеток улучшается. За счет чего она может улучшаться? Во-первых, отростки клеток удлиняются. Во-вторых, формируются новые синаптические щели. И, соответственно, становится больше площадок, которые помогают связываться разным нервным клеткам между собой. В-третьих, в принципе, связей между клетками становится больше. И все это в итоге ведет к тому, что мы со временем можем лучше выздоравливать от депрессивных или тревожных расстройств, а также можем дольше сохранять ремиссию. Именно поэтому, так как этот механизм достаточно длительный, скорее всего, и необходим такой длительный прием антидепрессантов. Потому что до сих пор не до конца понятно, почему антидепрессанты через полгода дают одну вероятность рецидива, а через год дают гораздо меньшую вероятность рецидива. Скорее всего, это связано именно с этим механизмом. За счет механизма, о котором я сказал выше, флавоксамин применяется как препарат первого ряда для лечения постковидного синдрома. То есть, в первую очередь, для улучшения когнитивных функций, чтобы память улучшалась, внимание. И во вторую очередь, для снижения апатии, улучшения настроения, увеличения энергии и так далее. Если мы возьмем тревожные расстройства, то на данный момент ФИДЕ, который я говорил, рекомендует этот препарат, кроме постковидного синдрома, для обсессивно-компульсивного расстройства и для социального тревожного расстройства. Во многих других странах, включая Россию, препарат включен в клинические рекомендации для лечения большинства тревожных расстройств и также депрессивных эпизодов. Теперь давайте про более прозаичные вещи. В России препарат продается под двумя торговыми названиями. Это Феварин, оригинальный препарат, и Ракона, препарат, который стоит примерно в два раза дешевле и производится в России. Я намеренно не буду здесь разбирать, какой препарат лучше, какой хуже, но, естественно, что выбираем мы в первую очередь по той цене, которую мы можем заплатить за препарат. Потому что, естественно, что если вам нужно покупать препарат за 5000 рублей в месяц, а денег у вас всего 10 тысяч рублей в месяц, то это будет проблемой. Лучше тогда отказаться от оригинального препарата, чтобы у вас остались деньги на еду, например. Минимальная терапевтическая дозировка флавоксамина 100 мг, но начинаем мы принимать обычно с 50 мг, и препарат обычно идет в минимальной дозировке 50 мг. Это нужно для того, чтобы снизить вероятность возникновения побочных эффектов. И недельку обычно мы пьем 50, а дальше уже поднимаем до минимальной терапевтической дозировки. Максимальная терапевтическая дозировка 300 мг, но она используется в основном только при обсессивно-компульсивном расстройстве. При депрессии дозировки выше 200 мг обычно не используются, потому что в исследованиях было доказано, что они не более эффективны, чем дозировка 200. Но это именно для депрессии. Для ОКР до 300 спокойно. В некоторых источниках можно найти даже информацию, что иногда необходимо поднимать до более высоких доз в случае тяжелых обсессивно-компульсивных расстройств и хорошей динамики вследствие приема препарата. Побочка. Ну, тут, как у всех СИУЗС, примерно одинаково. Единственное, чем отличается флавоксамин, на фоне приема этого препарата достаточно часто, чаще, чем при приеме других препаратов из этой группы, формируется сонливость, поэтому обычно начинаем прием этого препарата мы вечером, а потом уже, когда дозировка большая, можем разделять на 2 или 3 части и принимать в разное время дня. Достаточно часто в начале приема возникают гастроэнтерологические неприятные какие-то проблемки. Ну, в основном это понос, запор, легкая тошнота или какие-нибудь не очень приятные ощущения в желудке. Но они, как правило, проходят за 2-3 дня, максимум за неделю. Иногда еще бывает тремор и повышенная потливость. Стоит сказать, что набор веса происходит достаточно редко, но надо сказать, что если вдруг вы набрали более 5% от своего веса, обязательно обратитесь к эндокринологу, ну или хотя бы сдайте кровь на глюкозу и на гликированный гемоглобин. Таким образом вы обезопасите себя от того, чтобы проморгать какие-то проблемы эндокринологического характера, какой-нибудь там преддиабет или прям настоящий диабет. То, что касается сексуальной дисфункции, тоже бывает. И как и у всех препаратов из этой группы, как правило, это не касается либидо. С либидо все остается в порядке, но вот длительность достижения оргазма, причем и у мужчин, и у женщин, может увеличиваться. Поэтому используйте смазочки, используйте более длительные прелюдии и все, что сейчас есть на рынке секс-игрушек. По беременным женщинам особенной исследований не было. Ну и вообще, на самом деле, такие препараты, как правило, не исследуются на беременных. На беременных вообще практически ничего не исследуется. И все это изучается в основном ретроспективно. Когда уже есть женщина, которую необходимо было принимать во время беременности антидепрессант. И, соответственно, потом она описывает, что же с ней произошло, если что-то произошло. Вообще не рекомендуется, особенно в первом триместре беременности. Ну и каких-то страшных осложнений на ребенка тоже выяснено не было. В принципе, по большей части, если нет возможности заменить на какой-то более исследованный препарат типа сертролина, в целом принимать его можно. То же самое касается грудного вскармливания. В молоко препарат проникает. И если вы принимаете во время грудного вскармливания флавоксамин, обязательно обратите внимание на то, как первую неделю ведет себя ваш малыш. Если у него есть какая-то повышенная раздражительность или какая-то седация сильная, то срочно отменяйте препарат и идите к психиатру, чтобы он вам назначал что-то другое. Но тут стоит сказать, что антидепрессанты из всех психопрепаратов самые безопасные для лечения при беременности и при грудном вскармливании. Конечно, даже нет никакого сравнения с тем, как действуют какие-нибудь нормотимики, которые вообще ни в коем случае нельзя применять при беременности. Здесь в основном можно. Детям от 8 лет тоже уже можно принимать флавоксамин при апсивно-компульсивном расстройстве, но дозировки там поменьше. Начинаем мы там даже не с 50, а с 25 мг. Ну и максимальная доза для ребенка 200 мг, до 300 мг поднимать не стоит. Ну а с 11 лет можно принимать препарат так же, как и взрослым, начиная от 50 и заканчивая 300 мг. Дополнительных анализов прием препарата не требует, и не обязательно бежать проверять весь организм, сердце, желудок, почки или еще что-нибудь. Нет никаких доказательств того, что он как-то широко влияет на весь организм и может создать какие-то долговременные побочные эффекты. Скорее всего, все это будет ограничено вот этими легкими побочными эффектами такого функционального характера, и все. Дальше каких-то осложнений быть не должно. Если говорить даже про больное сердце, этот препарат достаточно часто применяется для пациентов после инфаркта. Ну и в целом для пожилых пациентов в дозировках чуть ниже, чем обычные, может отлично применяться. В конце, как всегда, мое личное мнение, я препарат назначаю достаточно часто, но у него есть несколько минусов. Первое — это цена за оригинальный препарат. Она достаточно высокая, выше, чем у многих других препаратов из этой группы. И поэтому не каждый может потянуть. А покупать неоригинальный препарат, когда есть возможность купить какой-нибудь другой, но оригинальный, конечно, это такое. Ну то есть это нормально с точки зрения меня как врача, но пациенты чаще всего говорят, нет, я хочу оригинал. Второй минус — это достаточно часто у людей, у которых есть какие-то гастроэнтерологические проблемы, препарат может их усиливать, это ухудшает качество жизни. Но надо сказать, что если у вас никаких проблем особенно нет, или какой-нибудь легкий гастритик, то никакой проблемы здесь тоже нет. Ну и сонливость, конечно, которая очень часто формируется, и которая достаточно длительное время может сохраняться, неприятный побочный эффект, и из-за этого иногда приходится отменять препарат. Ещё этот препарат достаточно имеет широкий спектр веществ, с которыми он не сочетается, поэтому с аккуратностью, с осторожностью начинайте этот приём, предварительно изучив сочетаемость его с тем, что вы принимаете уже на данный момент. Во всём остальном препарат отличный, работает и при депрессивных расстройствах, и при тревожных расстройствах, и в ситуациях, когда депрессия сочетается с тревожностью, даёт отличные ремиссии, достаточно быстро улучшает сон, не увеличивает вес. Ну короче, прям супер отличный препарат. Так что если вам его назначили, и он при этом заболевании, для которого вам его назначили, рекомендован, то это отличный выбор. Но надо сказать, что как и любой другой антидепрессант, он может не подойти к какому-то конкретному человеку, и именно у вас может начаться какой-нибудь побочный эффект, супер неприятный, который не даст вам принимать этот препарат, а другой препарат из этой же группы подойдёт отлично. К сожалению, вот один механизм действия вроде бы у всех, а подходят по-разному разным людям. На этом, наверное, будем заканчивать. Больше особенно сказать нечего. Пишите свои комментарии, я постараюсь на них ответить. Если вдруг вы забыли, подпишитесь на канал, поставьте лайк, и это помогает продвигаться этому ролику. А мне кажется, что ролики про лекарства, они невероятно важны. Ну и записывайтесь к нашим психологам, донатьте нам деньги. Мы будем стараться для вас снимать как можно больше материала. С вами был доктор Сычёв. До новых встреч. Пока.